всем доброе утро все как обычно прекрасное утро солнечная погода и мы вам сегодня сделаем небольшой фильм 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 инструкцию как сделать боковую фрамугу на теплицах капелька показываем вам на образце капелька 2m то есть фрамуга ставится на два с половиной на три и так далее что она себя представляет зайдем внутрь посмотрим вот такая фрамуга ведь и большая чуть ли не на пол стены она состоит из рамки смотрим на с перемычкой посередине ручка крючок снаружи предможенную крючок тут два варианта или есть я вам покажу второй вариант с ручки которая открывает а есть на газлифтах вот этот образец стоит на газлифтах вот так толкаем просто вот так происходит открывание угол открытия вы можете регулировать с помощью газлифтов ниже выше обязательно обратите внимание как монтировать газлифт чтобы у нас правильно закрывался и плотно открывал вниз штоком вниз не вверх а вниз одна половинка обратите внимание крепится вот здесь на раме 2 на раме фрамуги значит на саморезы клопы видите на также и с другой стороны высоту и размер то есть если вы поставите ниже у вас будет меньше угол открывания выше будет больше угол открывания закрываем эти как плотно закрывается с помощью ручки ничего сложного нет крепления происходит вот с этой стороны значит петля пн-60 сейчас я вам покажу с улицы и здесь петля все еще обратите внимание при монтаже вот когда вы здесь делаете вот этот прогон крепится на кровельный саморез видите со шляпкой на 8 здесь на закрепить на клоп чтобы он не мешал и не царапал вот эту поверхность и сверху то же самое тоже здесь клоп здесь кровля пять с половиной это какой зазор ровненький внутри решили дальше идем теперь с чего начинается по форме по крепежу крепится вот эти отверстия вот эти все отверстия они просверлены на производстве заранее и если у вас смотрите открываем если у вас а здесь это крючок на форточку тут не надо куда нам получается вот так открыто до снаружи обращаем внимание что здесь получается нахлёст с другой стороны тоже нахлёст и сверху как мы видим он не разрезан закрываем обратно эти как лист вот здесь не режется петли получается отдых поликарбонатом обратите внимание и крепление идет шайба видите над порточкой поплотнее было раз можно конечно сделать вот это поменьше пузырь был чуть-чуть повыше но тут уже экспериментальным путем выведена что она не надо так делать закрываем теперь значит про то как ее смонтировать правильно вот у вас идет теплица да например 3 метра вам нужно лист поликарбоната разрезать пополам то есть лист шириной 2100 вы его режете метр 050 значит кроете с одной стороны потом например с другой стороны и в оконцовке уже только кроете фрамугу но сначала внизу нижнюю часть подводите вот смотрите обратите внимание смотрите лучше всего это делать с торцевым профилем ставьте сверху торцевой профиль можно без защиты но снизу убираю обязательно с перфолентой видите все нижнюю часть закрепили потом крепите верхнюю фрамуга у вас закрыта например вы накидываете лист раскрепляете его если у вас что-то неровное вы его подрезаете и одеваете также торцевой профиль без перфолента видите вот вроде бы все вся особенность то есть лист для того чтобы правильно сделать надо его разрезать пополам сейчас пойдемте с ручкой простую покажу капельку вот обратите внимание такая же фрамуга но только на три метра шириной и она открывается с помощью вот такой ручки ставится внутри еще штангалет и вот такая ручка кому как удобнее кто-то на газлифтах любит также ставится когда если ручка без газлифта ставится вот такая цепочка чтобы ветром ее не вырвало не выбрал не вырвало фрамуга также видите здесь вот например сделали ребята повыше видите вот как зазор идет то есть можно такой вариант сделать то есть поднять шайбу повыше от фрамуги сантиметров получается на 20 выше обратите внимание да если у вас хороший качественный плотный поликарбон который мы рекомендуем то у вас его никогда не вырвет так вот ветром или еще чем если вы ставите конечно дешевый малой плотности то есть вариант есть вариант что его просто вырвет из мест крепления со временем вроде бы все такая инструкция небольшая самое главное разрезать поликарбонат и сделать его в нахлёст везде что все было красиво и аккурат после этого после того как вы покроете вы уже так не сделаете то есть вам придется просто прорезать как все делают резать резать и резать но это будет не очень красиво и аккуратно а так получается вот итог итог получилась вот такая прекрасная фрамуга боковая открываем ее для проветривания смотрите какая огромная правильно жить здесь арочная у нас закрываем тут дверцу вот вроде бы все рассказал как что монтировать приезжайте к нам на выставку на климовскую 23 все расскажем живую покажем про инструктируем будем очень счастлива наше огуречное привет камеры всем привет ну а это ради нас тут красивые такие петуни растут много как в тенечек их постоянно выбрать всем пока подписывайтесь пишите комментарии